Я приветствую Ивана Филиппова, автора телеграм-канала «На западном фронте без перемен», продюсера, писателя, кинокритика. Иван, привет! Привет-привет! Иван, расскажи, пожалуйста, для тебя главное событие этого года в чем заключается? Ты имеешь в виду личные или общественные разные вещи? Да, само собой. Я имею в виду, конечно, что-то общественно значимое, что для тебя определяет 2023 год. Для меня получился год неожиданный, в первую очередь связанный с моим каналом, который вот сейчас уже почти 50 тысяч человек читает регулярно. Но для меня, наверное, самое интересное и важное и значимое было то, что я начал системно изучать Z-пропаганду в Телеграме, и это очень расширило и углубило мое понимание войны и каких-то перспектив, и реалий, и, в общем, как сказать, дало даже не столько пищу для размышлений, сколько возможность как-то чуть-четче представлять себе будущее. Может быть, это иллюзорная возможность, но, по крайней мере, мне кажется, сейчас такая она и есть. И что ты видишь в этом будущем? Слушай, давай начнем с другого, чего я там не вижу. Вот последние пару недель очень много и украинская пресса, и российская пресса с двух сторон, и наши с тобой коллеги и друзья, и люди по другой стороны баррикады с госпропагандой обсуждали, как им кажется, как всем им кажется, в том, как западная, главная западная пресса пишет войне в Украине о том, что западная пресса, начиная с журнала «Икономность», и сейчас уже список гораздо длиннее, и в нем не только американские, но и британские, немецкие издания, пишут такие немножко пессимистичные тексты, в которых допускается, что Путин может выиграть. Вот если бы я был читателем, не погружающимся специально в сводки, которые делает, например, команда Руслана Львиева, не читающие эти Z-каналы, не смотрящие видео, то, наверное, я бы от таких текстов расстроился, а сейчас я просто на них немножко иначе смотрю, и это для меня важный на самом деле результат, потому что там видно, о чем они не пишут. Я не берусь судить, почему именно вдруг «Нью-Йорк Таймс» и «Икономность» решили действительно изменить интонацию. Об этом много, кстати, пишут затоавторы, можем с тобой тоже про это поговорить. Но точно видно, что люди, которые пишут эти тексты, они не учитывают опыт российской стороны в этой войне. Они не знают или не говорят об огромном количестве проблем, с которыми российская армия сталкивается на фронте, а проблемы эти фундаментальные. Что самое важное, это, собственно, мой главный вывод. Вот я собираюсь там на днях написать какой-то свой сводный текст. Это будет главный вывод. Вопрос не в том, что есть проблемы. Понятно, что есть проблемы. Вопрос даже не в том, что это проблемы острые, что это проблемы, которые напрямую влияют на то, какие потери несет российская армия, каких успехов она добивается. А это, на самом деле, довольно скромные успехи и так далее, и так далее. А в том, что эти проблемы не решаются, что второй год эти авторы пишут об одном и том же, и ничего не меняется. И вот это как раз самый, что называется, оптимистичный вывод, который Дед Мороз нам туда положил в этом году под елку. Ничего не меняется. И очень многие из тех, кого я считаю вот так вот системно, они как-то сами с очевидной грустью приходят к этому выводу. Потому что они говорят, вот мы заклинаем российское военное руководство, чтобы там исправили, тут исправили, здесь исправили. И ничего. Видимо, им настолько нечего обсуждать, раз они накинули сейчас на участников так называемых голой вечеринки. Я так понимаю, это одна из таких горячих тем последней недели, в том числе и взят сообщества. Слушай, они, это не просто горячая тема. Я во всех разговорах это говорю, и это чистая правда. Сдачу Херсона, отход из-под Харькова, убийство Пригожина, мятеж Пригожина, ни одно событие двух лет войны не обсуждали столько и не писали столько, как эту несчастную полуголую вечеринку. Это вот, как человек, который это все читает, это я могу сказать абсолютно авторитетно. Но это не показатель того, что им это особенно интересно. Это способ выражения чудовищной фрустрации. И на самом деле, вот если на это смотреть как на big picture и смотреть на это системно, то это показатель главного переживания всего ЗЭЦ сообщества. Оно к концу второго года войны обнаружило несколько вещей. Во-первых, она до сих пор не знает, за что она воюет. То есть, да, они могут отдельные мантры повторять, но очень сложно определить цель войны. И они, как бы к этому, дойдя вплотную к этому выводу, и побоявшись его сделать, и сделать из него уже свои собственные выводы, они просто перестали говорить о будущем. Да, они иногда воспроизводят какие-то мантры, которые там в пьяном угаре генерирует какой-нибудь Дмитрий Медведев, про Одессу, русский город. Но это, простите, как сказать, это звучит дико, не искренне даже для них, потому что это такие сухие цитаты, нету больше четкого понимания. А как? А чем? Вот это вот мой любимый, и не только мной любимый мем с Русланом Левиевым, который держит в руках табличку. А чем? Чем именно вы возьмете русский город Одессы? Он абсолютно актуален на второй год войны. Но самое главное, что они понимают, насколько маргинальна поддержка войны. Вот я опять-таки повторяю это из разговора в разговор. Летом директор, да, директор в ЦИОМ в большом программном интервью сказал, что партия войны в России составляет 10%. Это, ну, в ЦИОМ говорит 10%. Я честно тебе скажу, что исходя из всего, что я вижу, я думаю, что 7% это абсолютный потолок. Причем это прям совсем потолок. То есть, скорее, это поменьше. Почему? Потому что вот это же проще всего понять. Вы берете проблему, о которой все все время пишут. Это проблема с тепловизорами, это проблема со стройматериалами, это проблема с гражданским транспортом, которое осуществляет подвоз боекомплектов, эвакуацию раненых, вывоз разведгрупп на позиции. В общем, осуществляет огромное количество нужнейших функций на фронте. Берете насыщенность войска ФПВ дронами, берете огромное количество дел и задач, которые решает не Российское Министерство обороны, а, как пишут сами за это авторы, и пишут много и подробно, и собирают на это деньги, решают волонтеры. И вот вы берете фронт протяженностью несколько тысяч километров, российскую группировку, там количество волонтеров, и задаетесь вопросом, а как так вышло, что если 140-миллионная страна в едином порыве сплотилась и, значит, поддерживает войну, как так вышло, что эти проблемы не были решены в марте прошлого года? И ответ на самом деле очень простой, потому что людей, которые сознательно что-то делают, людей, которые готовы отдавать свои деньги, тратить свое время, тем более идти воевать. Это на самом деле самый насущный вопрос. Там люди заканчиваются, и они тоже об этом пишут. И вот, ну, как бы, как только ты ставишь на одну чашу весов утверждение 140-миллионный народ, значит, у нас всего достаточно, ВПК мы подняли, санкции мы пережили и так далее. Замечательно. А результат где? Вот результат просто где? Вот какой-нибудь там Z-автор две недели назад пишет «Фронт, нужно 60 тысяч автомобилей». Эти 60 тысяч автомобилей, они не из воздуха берутся, они нужны все время, они нужны два года как. Это, как пишет другая Z-авторка, это расходный материал. Ну, как бы, вот как дрон комикат. Получается, что за 40-миллионная сторона не может собрать? Нет, такого не может. Это математически невозможно. Слово не может быть. Это значит, что это не 140-миллионная сторона. Это очень маленькая группа людей, которые действительно искренне в это верят, которые действительно это сотни тысяч, наверное, может быть, даже несколько миллионов наших с тобой сограждан. Но это не поддержка войны. Это вот сами же Z-авторы это себе так и формулируют. Когда они говорят, что если ты налепил на лоб букву Z, это не поддержка войны. Поддержка войны — это если ты пришел в инкомат, если ты отдал денег, если ты купил бронежилет бойцу или что-нибудь еще, помог, сплел в сеть. Вот это поддержка. Когда ты дела делаешь, когда ты говоришь слова, это ничего не стоит. И это второй оптимистичный вывод, который подкладывает нам наш замечательный Дед Мороз под нашу новогоднюю ёлку. Нету в России поддержки войны. Голая вечеринка — это отчаянный крик очень фрустрированных людей, которые окончательно задолбались и видеть, как страна продолжает жить своей жизнью. Новогоднее настроение, слова «новогоднее настроение» в задканалах используются как ругательные, потому что они, ну, как люди, которые там занимаются этой самой ужасной войной, они не понимают, как так. Они умирают в каналах, а тут новогоднее настроение. И они пишут об этом все время. Это вот такая тема, которая не сходит никогда с страниц, с позволения сказать пресс. Ну, вообще интересно. Если это централизованная, так сказать, атака на главных героев этой вечеринки, то этот посыл, мне кажется, очень странным. Если до этого людей пытались отвлечь всячески от войны и сказать им, никакой войны не идет, занимайтесь своей жизнью, то сейчас буквально им говорят, какие вообще развлечения, когда идет война. То есть это какая-то смена нарратива. Это не смена нарратива. Это традиционная для российской власти попытка усидеть сразу на всех стульях. Перед выборами, и они про это тоже знают, и они знают это лучше всех, перед выборами накачивать общество войной и военными новостями. И ощущением того, что идет именно война, а не специальная военная операция, на которой все хорошо и все идет по плану. Очень неправильно. Но этот пара копится. Они, значит, решили выпустить его в свисток. Вот свисток получился замечательный. Единственный момент вот какой. Если ты спросишь меня про то, как военные Z-каналы, не вот кликуши разнообразные пропагандистские, а именно те, кто пишут военные, около военные, волонтерски отреагировали на эти извинения и на эти последствия, я тебе скажу, что они, ну, как бы, ничего не приняли, мнение их не изменилось. Они хотят денег. Они не хотят, чтобы Филиппа Киркорова вырезали из новогодней программы. Ну, то есть как бы как? Это программа минимум. Они хотят, чтобы Филипп Киркоров отдал свои деньги на то, чтобы купить ФПВ дроны российской армии. Их не интересует Ивлеева и то, что с ней делают. Они пишут, и пишут об этом прямым, совершенно текстом черным по белому. Шоп 90% всех своих заработков отдавал о фронте. Вот тогда, значит, это будет нормально. Произойдет это? Нет, ну, произойдет. Мы с тобой, вот ты сейчас это сформулировал, и это действительно очень важный момент. Необходимость решить до выборов абсолютно прямо противоречащие друг другу задачи стоит сейчас перед администрацией президента. С одной стороны, общество нужно держать в спокойствии, потому что никакой войны нет, и все идет по плану. С другой стороны, есть часть воюющих людей, их родственников, которые возмущены, огорчены. Неважно, они испытывают какие-то эмоции, их много. Им тоже нужно какую-то кость бросить. Сделать это одновременно, ну, в общем, не очень можно, получается вот ровно та ситуация, о которой ты только что сказал. Но это же не единственная ситуация. Есть еще другой вопрос, гораздо более острый, это возвращение мобилизованных. Там же точно такая же ситуация, там два стула, ни на один из которых администрация президента присаживаться не хочет. Ну, есть ощущение, что они действительно тянут просто до выборов, момент. Или перед самыми выборами, может быть, они скажут, окей, пожалуйста, жены мобилизованных, вот ваши мужья, а после выборов другая волна мобилизации, а, собственно, вернувшиеся домой уже вряд ли пойдут протестовать против этого. Потому что, ну, смотри, они свое получили. Вот давай я тебе опишу, это моя, опять-таки, важная для меня оговорка, я ничего из того, что я здесь говорю, это не мои соображения. Я рассказываю то, о чем пишут эти герои самостоятельно. Это их слова и их мысли. Так вот, давайте отвечу их словами и их мыслями. Их мысль, главное, заключается вот в чем. У них есть два страха сейчас. Это два страха, которые очень четко выкристывали в Лиге, в Лиге, в Лиге, простите, к Новому году как раз. Страх номер один, что сейчас российское военное командование прочитает New York Times, прочитает иконами, посмотрит на кадры сожженной натовской техники, которые, значит, летом наснимали в больших количествах и решит тем составом, который есть, отправиться в самостоятельное контрнаступление. Это панический страх Z-каналов. Они очень хорошо знают, чем это закончится. Они прям боятся этого по-настоящему. Потому что, если сейчас российская армия решит наступать, то ничем, кроме абсолютной катастрофы, это нигде не закончится. Причем не на одном участке фронта, это вот, я там себе делаю какие-то выписки, это все боятся, потому что ничем, ничем. Можно ли поддержать до выборов? Теоретически можно. Это их второй страх. Непонятно, хватит людей, не хватит людей. Дотерпят они до выборов, не дотерпят они до выборов. Есть четкое понимание у военного сообщества, что мобилизованные первые волны смертельно устали. Это уже даже вопрос не того, что они, я не знаю, будут протестовать или проявят какую-то политическую, прости господи, субъектность. Нет, вопрос в том, что они просто устали, они просто плохо воюют. Это вопрос того, говорят они, что они просто не доживут до этих самых выборов. Их это невероятно тревожит. При этом они понимают и отдают себе отчет в том, что российское государство не хочет проводить вторую мобилизацию до выборов. И их тревожит это тоже, потому что, во-первых, они немножко все-таки склонны, понятно, это очень ограниченная рефлексия, но она есть, и они задаются вопросом, шепотом задаются вопросом, а как же так? А если вся страна нас поддерживает, то почему вторая волна мобилизации это плохо? Тоже, понимаешь, резонный вопрос. Но главное не в этом. Главное, и про это они несколько раз писали до того, как над зац-ообществом повисло по вопросу абсолютная тишина. И сейчас вот я могу по пальцам одной руки пересчитать за два месяца посты, которые я встретил. Страшно. Никто по этому поводу ничего особенно не пишет. Ну, как бы, во-первых, страшно, а во-вторых, непонятно что, потому что, чтобы ты не написал, значит, совершенно оформленный их страх, это то, что вернувшиеся с фронта мобилизованные первой волны расскажут о том, в каких условиях воюет российская армия в Украине, и очередь на верхний Ларс будет в 10 раз больше, чем она была в первый раз. Что никого не найдут, что будут ловить по лесам и полям, потому что вот то, куда их зовут, это не то, что им представляло. Поэтому, нет, это вот как бы такая история, в которой, повторюсь, ЗЦ-общество очень ей озабочено, очень волнуется по этому поводу, потому что там нет хороших ответов. Иван, у нас уже подключается наш следующий гость, я хочу только задать тогда еще один вопрос тебе. Ты выпустил новую книгу, и в условиях, где Бориса Акунина признают террористам и уничтожают книги Дмитрия Быкова, изымают из библиотек. Есть ли у тебя возможность найти читателя в России сейчас? Слушай, ну, да, вышла в издательстве Freedom Letters моя книжка, вторая, которая называется «Мышь». Для меня найти читателя в России очень важно, потому что книжка на русском языке, книжка для тех, кто, как я это лися формулирую, для тех, кто уехал, для тех, кто остался. И для меня очень важно, что, да, с трудом, да, новыми способами, да, значит, с помощью телеграм-ботов, подпольной продажи в магазинах в Москве и Питере и прочих разнообразных ухищрений, но мы же читают в России. Мы же читают в России, российские читатели пишут мне об этом, в Инстаграм, в Твиттер, в Фейсбук и в Телеграм. И мне дико важно, потому что эта книжка, которая, ну, как бы, для меня эта книжка о войне и о том, как, ну, как, несмотря на то, что войны в ней формально нету, о том, как война изменила общество и что, и что мы, понимаешь, не буду спойлить, и что мы, в общем, ну, что есть у нас надежда какая-то, на что-то хорошее, какие-то положительные изменения, несмотря на весь ужас, который вокруг. Поэтому, конечно, мне очень важно, чтобы в России ее прочитали. Я очень благодарен тому, что какие-то магазины в Москве и в Питере ее продают. Это будет не только магазины в Москве и Питере. Я очень благодарен тому, что книжку все равно, пусть в электронном виде, не всюду впечатанном, но можно купить в России, что ее читаешь. Давай сейчас минутку тебе выделим на то, что ты рассказал, как, порекламируем много твою книгу, расскажи, как читателю в России выйти на нее. Ты знаешь, в России вот до недавнего времени она была доступна как раз в книжном магазине Бориса Акунина, но в силу произошедших, как мы знаем, грустных и трагических изменений, больше там ее купить за российскую карту нельзя, к сожалению. теперь мышь доступна в России с помощью Telegram-бота. Сейчас я даже скажу, как он называется. Telegram-бота издательства Freedom Letters. Сейчас, прости. Это бот собака Letters Pay, нижнее подчеркивание, через которую ты формально покупаешь комплект сикеров, указываешь для Telegram, указываешь свой имейл, и туда приходит электронная версия книжка. Это, к сожалению, такой хитроумный способ. Он занимает чуть дольше, чем обычно занимает покупка в традиционном электронном магазине, но вот в силу того, что книжка политически нагруженная, ее нельзя купить в России иначе, потому что ни на Лабиринте, ни на Bookmate ее не будет. Это была моя замечательная история, которая, как бы, с одной стороны, у меня нет никаких вопросов ни к одному российскому издательству, у меня нет ничего, кроме слова в благодарности, что эти люди прочитали, но вот 9 издательств российских главных прочитали мышь, 8 сказали, что им страшно понравилось, 9 сказали, издать не можем, прости, пожалуйста, это или меняешь все имена, или, значит, нет. А какой смысл делать книжку про войну, в которой Путину не отгрызают голову? Ну, как бы, если не Путину отгрызают голову, то зачем? кем? Ну, что ж, спасибо за спойлер, в том числе, видимо. Не, это не спойлер, это самое начало. Книжка не об этом, поэтому это так, это приятный бонус, это происходит, только положено, понимаешь, мне кажется, что это очень было важно, что это происходит, это не центральное событие, что это как бы вот в череде, длинной череде. А мы сейчас как раз с нашим следующим гостем продолжим эту тему, я думаю, потому что к нам подключается Валерий Соловей, Ивана я отпускаю, спасибо большое, Иван, я был очень рад с тобой поговорить, надеюсь, на более содержательный разговор в ближайшем будущем. Говорились, спасибо большое, что позвали. С Новым годом!